Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, присутствующие на нашем богослужении, я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И пусть спасительная Его благодать пребудет со всеми нами. Для нас, людей, величайшим благословением является обращение к Божьему Слову, поскольку Священное Писание является тем ориентиром в нашей нелегкой, треволненной жизни, который помогает нам сохранить внутреннюю стабильность, уверенность, чувство надежды и чувство надежного будущего. Если мы посмотрим вокруг себя, то заметим, что мир пребывает в состоянии смятения, где-то даже отчаяния и безысходности, поскольку перепробовано уже абсолютно все, чтобы изменить ситуацию к лучшему, а она к лучшему не меняется. Многие наши соотечественники смотрят в будущее со страхом. Страх, тревога – это, я бы так сказал, основополагающие категории нашего человеческого бытия. Тревога человеческая носит универсальный характер, и мы бессильны ее заглушить. Мы подчеркивали с вами на программе, что есть истина, вот эту тройственную природу нашего человеческого страха. Страха смерти – он универсален. Страха бессмыслицы жизни – он тоже универсален. Страха или тревоги вины, чувства осуждения, которые тоже носят универсальный характер. Где выход? В Священном Писании описывается надежда рода человеческого в славном событии, о котором мы очень часто, как представители церкви адвентистов седьмого дня, говорим и проповедуем. И где-то, может быть, мы эту тему затерли, так что она перестала восприниматься не только теми, кому мы обращаемся с этой проповедью, но и нами она тоже уже не воспринимается так серьезно, как, скажем, воспринималась тогда, когда мы только начинали об этом проповедовать, как молодая церковь в первой половине XIX века, появившаяся в связи с идеей скорого второго пришествия Иисуса Христа. Я еще раз хочу обратить наше внимание на слова, записанные в XIV главе книги Откровения. Давайте откроем вместе с вами эту удивительную книгу, помещенную в самом конце Священного Писания. XIV глава книги Откровения, с XIV стиха и далее. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». О чем речь в этих текстах? Что представлено вот этим необычным образом жнеца, опустившего серп свой на землю? О чем вообще идет речь? Да, совершенно верно. Речь идет о кончине века. И в образе этого жнеца, готового опустить серп свой на землю, чтобы пожать великую жатву, представлен Сын Божий. Сын Божий, Иисус Христос, который, когда-то оставляя эту землю, своим ученикам оставил это славное обетование, «Приду опять, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были где я». Конечно же, может показаться, что вот это обетование Иисуса Христа о том, что Он снова придет в этот мир, оно не исполнилось. Оно не исполнилось в жизни тех, кому Иисус Христос непосредственно обратился с этими словами. Они так ждали. Они верили в то, что это произойдет уже при их жизни. Они так понимали слова своего наставника. «Не придет род сей, как все сие будет». Не пришел Иисус Христос и при жизни следующего поколения христиан. Иисус Христос и при жизни третьего, четвертого, десятого, двадцатого. Уже две тысячи лет человечество ожидает этого славного события. И, к сожалению, вера очень многих людей в реальность, в буквальный характер второго пришествия Иисуса Христа оказалось надломленной именно фактором времени. Очень многие люди, они просто теряют, теряют эту веру. Они не могут понять, почему так долго. Сколько можно проповедовать об этом. Может быть, как-то, ну, в переносном смысле нам понимать эти слова Иисуса Христа. Может быть, речь идет просто о его духовном пришествии в жизнь человека, когда человек, скажем, обращается от злых путей своих и приобщается к Церкви Христовой. Это и означает вот пришествие Иисуса Христа лично в жизнь каждого человека. А может быть, так это, а может и не так. Я сегодня хотел бы порассуждать с вами на эту очень важную для нас тему. Я еще раз подчеркиваю, мы по названию своему исповедуем веру в скорое второе пришествие Иисуса Христа. Мы народ Адвента, то есть пришествия Иисуса Христа в этот мир. Мы подчеркиваем свою веру в неизбежность второго пришествия Иисуса Христа уже самим названием своей Церкви. Мы уже названием проповедуем о том, что Иисус Христос придет, придет обязательно. Конечно же, нашему человеческому естеству свойственно задавать вопрос. Он нормальный вопрос, естественный вопрос. Когда же это, наконец, произойдет? Меня очень часто спрашивают. Евгений Владимирович, вот вы знаете Священное Писание, ну скажите, когда это произойдет? И потому что мы знаем Священное Писание, мы отвечаем, не знаем. Может быть, это несколько неожиданный ответ для человека, который задает вопрос вполне конкретный. Скажи, когда это произойдет? Конечно же, странно будет казаться мое поведение, когда жена позвонит мне и спросит, скажи, пожалуйста, дорогой, когда ты вернешься из Киева? Я ей начну, значит, так пространно рассказывать о том, по каким признакам она должна ориентироваться. Ее это не устроит. Она хочет знать конкретную информацию, когда, в какой день, в какое время прибывает мой поезд. Так ведь? Вот ученики Иисуса Христа были вполне естественны и нормальны, когда своему учителю задали вопрос напрямую. Скажи нам, когда это будет. А о чем он им перед этим сказал? Он им сказал страшную вещь. Давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея. Нам всем хорошо знакомое повествование. 24 глава Евангелия от Матфея. Послушайте, о чем идет здесь речь. «Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? А храм был красив. Даже себе представить не можете. Каким величественным было это здание храма? Хотя храм перестраивался несколько раз. И, может быть, былой славы Соломонова храма уже и не было, но все равно даже построенный Иродом храм был величественным, монументальным. И вдруг Иисус Христос говорит им, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Это была такая шокирующая новость для учеников. Они не могли себе представить, чтобы такое величественное сооружение, возведенное во имя Бога, оказалось разрушенным. С этим связывался просто конец света. Должен наступить конец света, чтобы разрушился такой храм. И вот когда сидел он на горе Ильионской, приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Для них это одно и то же. Разрушение храма – это конец всему. Это кончина века. Если такой храм разрушится, значит, разрушится все. Всему придет конец. Ну и вот дальше Иисус Христос отвечает на вопрос своих учеников. Вот примерно так, как не хотела бы моя супруга услышать от меня ответ на вопрос, когда ты вернешься домой из Киева? У нас невольно возникает вопрос, а почему Иисус Христос отвечает именно вот таким образом? Почему бы не сказать конкретно? Почему бы дату не назначить? А что в этом плохого? Почему Господь не назначает точной даты своего пришествия в этот мир? Ведь в каком-то смысле, в каком-то смысле время его первого пришествия в этот мир, оно было где-то определено. Вы согласны с этим? Но было определено. Да. Пророки предрекали это время, первого пришествия Иисуса Христа, и достаточно точно предрекли. Почему дата второго пришествия Иисуса Христа не определена? Вот точно так же. Ну, хотя бы примерно с точностью плюс-минус один год. Что в этом плохого? Интересный вопрос. Я думаю, что есть, наверное, какие-то серьезные причины и основания у Бога сокрыть точную дату своего возвращения в этот мир. И связаны они, эти основания, эти причины с нашим человеческим благом. Это ради нас. Понимаете? Ради нас. Я думаю, что ответ Господа нашего Иисуса Христа достаточно, достаточно развернутый, достаточно впечатляющий, наполненный определенным содержанием, он все-таки нам помогает. И помогает гораздо, гораздо лучше, чем объявление конкретной даты. Вы, наверное, замечали, что Иисус Христос, отвечая на вопрос Своих учеников, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века параллельно говорит о двух событиях. Одно событие местного значения, касающееся только иудейской нации, разрушения Иерусалима. Второе – событие глобального плана, касающееся уже всего человечества, всего рода человечества, всей планеты Земля. Это его второе пришествие и кончина века. И что интересно, первое, оно буквально исполнилось уже при жизни, при жизни того поколения, которому свидетельствовал Иисус Христос и апостолы. Исполнилось с точностью, с такой точностью, что мы даже себе представить не можем, как такое может быть. И вот исполнение этого первого события, о котором говорит Иисус Христос, для всех нас, уверовавших, является гарантией того, что и второе, о котором Христос говорит параллельно, то есть второе пришествие Иисуса Христа, оно тоже произойдет. Оно обязательно исполнится. Когда? Это другой вопрос. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что троекратно Иисус Христос в этом своем ответе на вопрос учеников подчеркивает как бы несущественный характер времени. Обратите внимание вот на такие слова, скажем. «Одне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». 36 стих. 42 стих, 24 главы. «И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий». В следующей главе, в притче о десяти девах, 25 глава, 13 стих. «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». Одна и та же мысль повторяется неоднократно. Иисус Христос, отвечая на вопрос своих учеников, с одной стороны, уходит от конкретного ответа на вопрос «Когда?», неоднократно подчеркивая, что «не знаете ни дня, ни часа». И Он не называет конкретный день и час. Но в то же самое время Он акцентирует внимание учеников Своих и всех последователей, последующих поколений. На чем? На что акцентирует внимание Иисус Христос, отвечая на вопрос учеников Своих? На наше внутреннее состояние, которое Он определяет как состояние бодрствования. Состояние бодрствования. А что такое бодрствование? Что значит «бодрствуете»? «Будьте готовы». Будьте готовы. Будьте готовы. Будьте готовы всегда. В любую минуту будьте готовы. Причем здесь конкретное время. А если до этого события еще несколько веков, что это будет значить для меня? Значит, мне не нужно быть готовым сегодня? Может быть, я тогда, успокоившись, буду жить по принципу «жизнь дается один раз, и прожить ее нужно так, чтобы взять от нее все, что можно». Останется там пару дней до смерти, я покаюсь. В твоей жизни. Понимаете, наша грешная психология такова, что чем дальше от нас вот время какого-то значимого события, тем я спокойнее и равнодушнее к тому. Мы так устроены. Хотим мы того или нет? Может быть, поэтому, учитывая на особенность нашей грешной психологии, Иисус Христос именно не называет конкретной даты. И все внимание Он сосредоточивает на внутреннем состоянии человека, не на хронологии, на нашем сердце, на состояние духовного бодрствования и трезвления. Обратите внимание на очень интересную притчу, которую Иисус Христос рассказывает как раз таки в контексте вот этого своего развернутого ответа на вопрос учеников. Скажи нам, когда это будет? Какой признак? Почему-то нам, людям, свойственно прерывать Иисуса Христа на полусловие. Как часто, когда мы обсуждаем тему второго пришествия Иисуса Христа, мы говорим только о признаках второго пришествия Иисуса Христа и на этом останавливаемся? Но Иисус Христос на этом не остановился. Вы знаете, где заканчивается ответ Иисуса Христа на вопрос учеников своих? Если посмотреть Евангелие от Матфея, где он заканчивается, этот ответ? Он заканчивается в начале 26 главы. В начале 26 главы. Когда Иисус окончил все слова сии. Понимаете? То есть мы обязательно должны учитывать все, что сказал Иисус Христос своим ученикам, отвечая на вопрос «Скажи нам, когда это будет? И какой признак кончины века?» И в ответ Иисуса Христа включены четыре великих притчи. Одна из них в конце 24 главы и три в 25 главе. И эти притчи тоже часть великого ответа Иисуса Христа на вопрос своих учеников. И они заключают в себе, если хотите, если хотите, более углубленное понимание будущего, более углубленное понимание поведения человека, живущего ожиданием второго пришествия Иисуса Христа в этот мир. Итак, первая из этих притч, она записана в конце 24 главы. Это притча о двух рабах. Помните, да? Один раб верный, другой раб неразумный. Обратите внимание на то, как ведет себя неразумный раб в этой притче. Хозяин которого уехал в дальнюю страну. как он ведет себя? Он бьет своих товарищей, ест и пьет с пьяницами. И почему он ведет себя таким вот образом? Почему? Да. Да потому, что он знает, что его хозяин вернется нескоро. Вот это время, достаточно большое время до возвращения господина, оно как-то успокаивает этого раба и позволяет ему вести себя крайне недостойно и непристойно. Не скоро вернется господин мой. Я могу вести себя как хочу. И как понятно нам психология вот этого человека, потому что мы все такие. Наше сознание точно такое же. Я же сказал, что когда мы знаем, когда мы уверены в том, что до какого-то решающего события в нашей жизни еще слишком далеко и у нас много времени, мы расслабляемся. Но обратите внимание на поведение второго раба, который назван здесь верным, благоразумным. Как он себя ведет? Как он себя ведет? Как Иисус Христос описывает этого верного раба? Этот человек ведет себя достойно. у него все в порядке. Он делает все сегодня, делает все тщательно, аккуратно, как будто его хозяин вот-вот вернется. Знает ли он точную дату возвращения своего господина или не знает, он живет так, что готов встретить своего хозяина в любую минуту? Что хочет Иисус Христос сказать нам этой притчей? Так и вы будьте готовы, в который час не знаете, придет Сын Человечества. Акцент на нашем внутреннем состоянии, состоянии постоянной готовности, постоянного духовного бодрствования. И время здесь ни при чем. Придет ли Иисус Христос через год, через десять лет, через сто лет или придет он завтра, я к этому постоянно готов. Даже если он не придет в течение моей жизни, я к этому все равно готов и готов сегодня. Знаете, время – это где-то понятие относительное. Со времен Эйнштейна мы согласились с тем, что время относительное. И наше восприятие времени с Божьим восприятием времени разнится. Сказано у Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. и то, что нам кажется, ой, как много времени, ой, уже две тысячи лет, для Бога это всего два дня. Не время является ключевым определяющим фактором в нашем духовном опыте. Не время, не хронология, не какие-то расчеты, а наше внутреннее состояние. Состояние нашего сердца. Состояние духовного бодрствования. И на этом Иисус Христос концентрирует внимание учеников своих, чтобы они это запомнили. Вот почему неоднократно Он подчеркивает эту важную мысль. Вам не дано знать день и час, но бодрствуйте, будьте всегда готовы. Вторая притча о десяти делах. В свое время участники великого Миллеровского движения в первой половине девятнадцатого века, пережив страшное отчаяние, поскольку в назначенный ими срок Иисус Христос не явился, они в этой притче нашли для себя ответ. Они попытались объяснить непришествие Иисуса Христа в назначенный срок так называемым промедлением или замедлением или опозданием жениха в притче о десяти девах. Помните этот момент, да? Ждали, ждали, кто-то уже позасыпал, а жених не идет и не идет. замедлил, опоздал жених. Ну и поскольку жених в этой притче образ кого? Иисуса Христа. Видимо, Иисус Христос тоже замедлил со своим вторым пришествием, но мы должны продолжать его ждать, он скоро придет. Как-то неудобно, понимаете, как-то неудобно говорить о о Сыне Божием, который где-то медлит или опаздывает. Ну, нам, людям, свойственно, да, опаздывать. Некоторым, для некоторых, это, в общем-то, образ жизни. Но как говорить о Сыне Божием, который опаздывает? Как-то неудобно даже наши человеческие слабости переносить на силу Божию. Я думаю, что Бог не опаздывает и не медлит. И не медлит. И, наверное, не совсем корректно вот эту притчу о десяти девах интерпретировать именно таким образом. Иисус Христос, когда делает вывод из этой притчи, Он ничего не говорит об этом эпизоде, о промедлении или опоздании жениха, Он даже не заостряет внимание на этой детали опоздания жениха. В центре внимания что вот в этой притче? Опять же состояние готовности, духовного бодрствования. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Вот каков главный вывод из этой притчи. А следующая притча о талантах. Вы ее тоже хорошо себе представляете, да? Хозяин, отправляясь в дальнюю дорогу, раздает таланты своим рабам. Он поручает им имение свое. Что символизируют собою вот эти таланты, которые раздаются людям? Что они собой символизируют? Это некие способности, да, которые наверняка есть у каждого, и которые мы должны использовать. Другими словами, в ожидании возвращения своего господина, рабы его должны были пустить эти таланты в дело. То есть они должны были заниматься конкретным делом, не сидеть сложа руки и ничего не делать. Они должны были трудиться, работать. Я встречал некоторых братьев и сестер, которые посвятили всю свою жизнь ожиданию второго пришествия Иисуса Христа. В каком смысле? ничего не деланию. Ничего не деланию. Помню, к моей уважаемой тёще приходила семья, значит, мать с двумя сыновьями здоровыми, вполне трудоспособными, и постоянно тёщу мою обличали в том, что вот она на огороде трудится, и не думает о том, что Христос скоро придёт, но в то же самое время моя тёща должна была выставлять на стол всё то, что она вырастила, приготовила, чтобы их накормить, и они каждый день к ней приходили, чтобы покушать и обличить её в том, что она слишком много внимания уделяет земным делам, а вот они, они думают только о духовном, они ждут второго пришествия Иисуса Христа. Понимаете, подобное представление об ожидании второго пришествия Иисуса Христа в мир носит порочный, порочный характер. И притча Иисуса Христа о талантах, она обличает тех ожидающих, кто ничего не делает, кто просто сидит сложа руки. Время ожидания второго пришествия Иисуса Христа это время активного делания, активного участия в социальных нуждах и проблемах общества. Это труд, святой труд во благо спасения других людей. И если ты ничего не делаешь, а только говоришь о том, что ждёшь, ты не истинный адвентист, ты не исполняешь волю Божию, ты те таланты, которые верил тебе Господь, не пускаешь в дело. Никогда не забуду, как большая часть общины, это было давно, ещё в советском прошлом, я жил тогда в городе Горьком и учился в медицинском институте, большая часть общины убеждала меня в том, чтобы я бросил институт, потому что Христос скоро придёт. Я не осуждаю своих братьев и сестёр, я благодарен им за то, что они имели такую веру, что Христос скоро придёт. Но я благодарен Богу за то, что не послушался и не бросил. Потому что те таланты, которые он мне верил, я использовал в деле служения. И слава Богу, что и сегодня, несмотря на то, что мы живём вот этими чаяниями, этими ожиданиями скорого второго пришествия Иисуса Христа, мы, как церковь, не сидим, сложа руки. Мы пытаемся делать всё возможное, чтобы эту свою весть донести до людей. И не только словом, но и конкретным делом. А конкретное дело более убедительно, чем масса слов. Вы знаете об этом? в Евангелии конкретное дело более убедительно, в проповеди Евангелия конкретное дело, дело милосердия более убедительно, чем тысяча слов. И об этом последняя притча Иисуса Христа в 25-й главе. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, придите, благословенный отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, и так далее. Вот чем должны заниматься те, кто ожидают возвращения Иисуса Христа в этот мир. Вот что ответил Иисус Христос ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?» И я думаю, это очень мудрый и богословски грамотный, пророчески обоснованный ответ нашего великого Учителя и Господа на наш вопрос «Когда это будет?» А чтобы этот ответ представился нам еще более убедительным и правильным, я хочу обратить ваше внимание на последнюю книгу Библии, на книгу Откровения, на структуру этой книги. Она очень интересна. Структура книги Откровения. Вот преамбула введения Откровения Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Он и через ангела Своего рабу Своему Иоанну. И дальше уже вот в этой первой главе троекратно подчеркивается, что Христос грядет. Послушайте. Первая глава книги Откровения, четвертый стих. Который есть и был и грядет. Седьмой стих. Все грядет с облаками и узрит его всякое око. Восьмой стих. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет. Троекратно Иоанн утверждает, что Иисус Христос придет в самом начале своей книги, апокалиптической книги, книги, которая в различных образах и символах как бы описывает всю историю, последующую историю человечества, историю церкви до второго пришествия Иисуса Христа. Подчеркивается троекратно, на что он грядет. Он обязательно придет. Но! Но! Вот в начальных текстах этой книги нет элемента неотложности. Неотложности. Что он придет вот скоро. Этого нет здесь. Но обратите внимание на окончание этой книги. 22 2-я глава. 22-я глава. Заканчивая описание вот этого панорамного видения, которое открылось Иоанну на острове Патмос словами «И ночи не будет там, не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном». 22-я глава, 5-й стих. «Ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков». Заканчивая описание этого панорамного видения, дальше евангелист Иоанн повторяет слова преамбулы в видение «И сказал мне сии слова верны и истины, и Господь Бог послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». И после этого опять троекратно подчеркивается, что Иисус Христос грядет. Послушайте, 7-й стих. «Все гряду скоро». Блажен соблюдающий слова пророчества сего. 12-й стих. «Все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И 20-й стих. «Свидетельствующий сие говорит ей гряду скоро». Аминь. Иоанн, потрясенный всем увиденным, восклицает «Ей гряди, Господи Иисусе». Так заканчивается эта удивительная книга. Вы обратили внимание на то, что в троекратном утверждении того, что Иисус Христос грядет, в конце этой книги появляется какой элемент? Скоро. Вы обратили на это внимание? Появляется это. Но только после того, когда Иоанн завершил описание всего того, что должно произойти. И пока не исполнится все то, что предсказано в этой книге, мы должны ждать. И мы бессильны вмешаться в волю Божию, в планы Божии и как-то ускорить, что ли, этот процесс. Понимаете? Христос грядет и очень скоро. И мы знаем, что большая часть из того, что описано в книге Откровения, уже исполнилось в истории. Что-то исполняется сегодня на наших глазах, а чему-то надлежит еще исполниться в ближайшем будущем. Поэтому, как пишет Петр, не медлит Господь исполнением обетования своего, как некоторые почитают то медлением, а долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, нам лисетовать на то, что Господь медлит. Слава Богу за то, что Он долго терпит нас, чтобы как можно больше людей пришли к покаянию. Он не хочет погибели грешника, он хочет, чтобы мы жили, чтобы мы жили, потому что мы дети его, и Он не хочет терять детей своих. И в том, что мы все еще на земле, и в том, что время благодати еще продлевается, заключена великая милость Божия, долготерпение Божие. Мы ему должны быть за это весьма признательны и благодарны. И заключение наших рассуждений на тему Второго пришествия Иисуса Христа. Я хотел бы еще раз напомнить всем нам известные слова из послания апостола к евреям 10 главы. Послание к евреям глава 10 с 35 по 37 стихи. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Терпение! Дорогие братья и сестры, призываю вас к терпению. Терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Пусть эти слова Священного Писания поддержат веру в каждом из нас, веру в неизбежность второго пришествия Иисуса Христа в этот мир. Несмотря на множественные голоса скептиков, где обетование пришествия, с тех пор, как стали умирать отцы нас, все остается так же, ничего не меняется. Вы достали уже всех своей проповеди о скором втором пришествии Иисуса Христа. Не обращайте внимания на эти голоса скептиков. Прислушайтесь к словам апостола еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Пусть укрепится вера наша, упование наше на день славного пришествия Господа Иисуса Христа в этот мир. Приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, и да святится имя Твое, и да приедет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы с благодарностью предстоим пред Тобой в этой молитве, Господи, с благодарностью за неизреченную милость и любовь Твою, которую Ты проявляешь к нам заблудшим и грешным детям своим. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твое откровение, слово, оставленное нам, людям, дабы мы не блуждали в потемках неведения, но дабы мы знали волю Твою, благую и совершенную. Ты обетовал в Слове Своем, что явишься вновь, придешь, чтобы взять своих к себе. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты так мудро ответил на вопрос учеников своих. мы благодарны Тебе, Господи, за эти знаки, оставленные на страницах Священного Писания, которые помогают нам ориентироваться в том, что происходит в этом мире. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что наше внимание Ты обращаешь на состояние нашего сердца, на состояние духовного бодрствования. Помоги нам об этом думать, не рассчитывать даты Твоего второго пришествия, не сосредоточивать все внимание на хронологии. Помоги нам думать о том, готов ли я к тому, чтобы встретить Тебя, грядущего, во славе. Укрепи веру нашу, Господи, укрепи наше упование на Тебя, на Твое скорое второе пришествие в этот мир. И пусть эта вера и это упование не поколеблются, и пусть эта вера и это упование передадутся тем, кто мечется по этой жизни, не находя выхода из жизненных проблем и тупиков этой жизни. Помоги нам, Господи, все внимание свое, силы, энергию направить на святой труд благовестия, дабы многим и многим возвестить о Тебе, о том, что Ты скоро грядешь в этот мир. Услышь молитву нашу, Господи, и благослови нас, во имя Христа просим. Аминь.